Истребитель МиГ-15 В Советском Союзе первые шаги в создании реактивных истребителей были предприняты в 1945 году. Именно тогда среди прочих трофеев, захваченных в поверженной Германии, СССР достались турбореактивные двигатели фирм «Юнкерс» и «БМВ». Детальное изучение этих образцов позволило советским конструкторам начать проектирование самолетов нового поколения. Одной из первых реактивных машин стал истребитель МиГ-9, созданный в ОКБ «Микояна». Машина вышла на испытания в апреле 1946. Самолет показал вполне неплохие летные данные, и руководство страны приняло решение запустить машину в серию. Но уже на этапе серийного производства стало понятно, что в скорости и маневренности МиГ-9 уступает зарубежным аналогам. Провести модернизацию самолета не получалось. Советские турбореактивные двигатели РД-20, созданные по трофейным образцам, свои возможности по увеличению мощности исчерпали. Да и сама компоновка самолета с прямым крылом создавала вполне определенные проблемы по увеличению скоростных характеристик. Чтобы сделать следующий шаг в разработке реактивных истребителей, нужно было сначала решить насущные вопросы. Более совершенные турбореактивные двигатели приобрели в Англии. На их основе наладили производство собственных силовых установок под обозначением РД-45Ф. Над аэродинамической компоновкой нового самолета трудились ученые ЦАГИ, Центрального аэрогидродинамического института. После проведения научных экспериментов и испытаний, специалисты ЦАГИ порекомендовали применить на истребители стреловидное крыло и оперение. Учитывая новые научные данные и появившиеся возможности, ОКБ Артема Микояна в начале 1947-го приступило к проектированию нового реактивного истребителя. Уже в декабре того же года летчик-испытатель Виктор Юганов поднял первую опытную машину в воздух. С этого момента началась череда летных испытаний. Несмотря на некоторые недостатки, присущие любой новой технике, истребитель показал впечатляющие результаты. Причем основные летные характеристики значительно превосходили начальные требования военных. По мнению ведущих летчиков-испытателей, техника пилотирования самолета особой сложности не представляла, и машина могла быть легко освоена летным составом средней квалификации. После проведения необходимых испытаний и доработок, Совет Министров СССР выпустил постановление о принятии на вооружение и серийном производстве реактивного истребителя МиГ-15. Истребитель МиГ-15. Экипаж — один человек. Силовая установка — один турбореактивный двигатель РД-45Ф тягой 2270 килограммов. Максимальная взлетная масса — 4900 килограммов. Максимальная скорость — 1050 километров в час. Практический потолок — 15 тысяч метров. Дальность полета — 1300 километров. Вооружение. Одна авиационная пушка калибра 37 миллиметров и две авиационные пушки калибра 23 миллиметра. Пока в строевых частях летчики осваивали новую машину, ОКБ «Микояна» активно работало над модернизацией самолета. К середине 49-го советская авиационная промышленность предложила более мощный реактивный двигатель ВК-1. Его и решили поставить на самолет. Помимо этого модернизировали и конструкцию машины. В результате всех изменений на истребителе улучшились такие характеристики, как скорость, маневренность и управляемость. В середине 50-го самолет запустили в серийное производство под обозначением МиГ-15БИС. Стоит отметить, что к этому времени построили уже более тысячи МиГ-15 с предыдущим двигателем РД-45Ф. Они также продолжали состоять на вооружении военно-воздушных сил Советского Союза. Истребитель МиГ-15 создавался под определенные боевые задачи. Их список был составлен еще на этапе проектирования и состоял из четырех пунктов. Введение активного воздушного боя с истребителями и бомбардировщиками противника. Отражение налетов авиации противника. Действия по наземным целям. Выполнение задач разведки и контроля боевых действий. Для решения первых двух задач самолет оснастили тремя пушками. Они располагались в носовой части фюзеляжа. Для удобства обслуживания пушки находились на специальном лафете, который можно было опускать вниз с помощью нехитрого механизма. Общий боекомплект трех пушек составлял 200 снарядов. Этого было достаточно для скоротечного воздушного боя. Чтобы поразить самолет противника, как правило, хватало двух-трех попаданий. Для уничтожения наземных целей истребители МиГ-15 оснащались различными вариантами подвесного вооружения. В зависимости от ситуации самолет мог нести либо неуправляемые реактивные снаряды, либо авиационные бомбы. Функции разведки и контроля боевых действий была возложена на истребитель МиГ-15 «Эрбис». Литера «Р» означает «разведчик». Самолеты оборудовали специальным авиационным фотоаппаратом. Свою боевую эффективность МиГ-15 доказал в начале 50-х годов, когда разразилась Корейская война. В этом конфликте Советский Союз выступил на стороне коммунистической Северной Кореи. Для воздушной поддержки туда были направлены две гвардейские авиационные дивизии. В их составе находилось более ста самолетов МиГ-15. Южные Кореи оказывали поддержку войска ООН. Костяк истребительной авиации в них составляли американские реактивные самолеты «Шутинг-Стар» и «Тандерджат». Первые воздушные бои показали полное превосходство МиГ-15 над этими машинами. Более скоростные советские истребители достаточно легко выигрывали противоборство. Только появившийся чуть позже на арене боевых действий американский истребитель «Сейбр» мог на равных сражаться с МиГ-15. Немалый урон наносили МиГи и бомбардировочные авиации противника. Из-за больших потерь ВВС США были даже вынуждены прекратить использование бомбардировщиков в дневное время. Три года советские МиГи воевали в небе Кореи и по праву заслужили звание лучших реактивных истребителей того времени. За время серийного производства в Советском Союзе было построено более 13 тысяч МиГ-15 различных модификаций. Несколько поколений летчиков несли службы на этих машинах, охраняя воздушные границы своей родины. Особую любовь этот самолет завоевал в военных училищах. Двухместный вариант истребителя, получивший обозначение МиГ-15УТ, будущие пилоты ласково называли «матушка». Даже с появлением более совершенных машин, учебный вариант самолета долгие годы оставался незаменимым тружеником, на котором учились летать курсанты авиационных училищ. Большой вклад самолета МиГ-15 внесли и в научные исследования. Некоторые машины были переоборудованы в летающие лаборатории. На них отрабатывали системы дозаправки в воздухе, испытывали средства спасения, проводили первые эксперименты по изучению невесомости. Истребители МиГ-15 состояли на вооружении более 30 стран мира, а в Польше и Чехословакии эту машину выпускали по лицензии. Воплотив в себе много технических новаций того времени, МиГ-15 стал основой реактивной истребительной авиации в конце 40-х, начале 50-х годов. Эта машина дала мощный толчок для дальнейшего развития реактивной авиации в Советском Союзе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok